Привет, девчонки! Как у вас настроение? Сегодня мы с вами будем подшивать низ изделия юбки. Представим, что это юбка наша. Берем мою любимую лапку. Я вам говорила, что эта превосходная лапка выполняет множество швейных операций. Лапка номер 5 для потайной строчки. Устанавливаем ее. Закрепляем. Все, мы готовы к работе. В чем уникальность этой лапки и вообще уникальность этой модели швейной машины Бернина B380? В дальнейшем, девочки, я, конечно, вам покажу демонстрацию лапок. Все вы узнаете все вкусности и сладости аксессуаров к швейным машинам. У них, конечно, есть отличия обычных бюджетных и электронных и электромеханических швейных машин и нежели премиальный класс швейной машины Бернина B380. Лапки для потайной строчки представляются в различных вариантах, но выполняют они все одинаково одну функцию. В чем уникальность этой машины, в том, рассказываю, секрете. Лапку установили. Мы должны выбрать строчку для подшива низа изделий. В данной модели эта строчка номер 7. Она идет с прямой линией и с зигзагом. Во всех машинах эта строчка присутствует. Выбрала ее. Машина нам указывает, что рекомендуемая лапка номер 5. Мы установили все правильно. Рекомендуемая длина стежка будет 2 миллиметра, с хвостиком 2,5. И ширина строчки будет 3,5. Меня все параметры устраивают. Мы подготовили низ изделия. Я его сколола булавками. В чем нюанс? Нам нужно правильно, девочки, заложить ткань под лапку. Подготавливаем. Вы наметали, заметали, приутюжили это все. Потом должны вот таким образом отвернуть. Если мы выполняем подгибку низа с одним подворотом, то у нас здесь край срез должен быть обработан на оверлоке, чтобы он не осыпался. Если мы выполняем подгибку низа двойным подворотом, тогда мы закладываем ткань вот таким образом. Подвернули два раза и вот так вот ее отворачиваем. Будем закладывать под лапку вот таким образом. Вот. Сгиб наш упирается в ограничитель лапки. Это если мы работаем с двойным подворотом. Я вам покажу на одинарном, потому что у меня ткань довольно плотная. Подшивку низа потайной строчкой используют на шерстяных, полушерстяных, на джерси тканях и тому подобное. Очень хорошо заменяет нам ручной шов потайного стежка. Вот смотрите, обратили внимание, как еще раз покажу. Вот наш низ. Здесь идет оверлочная строчка. Мы отгибаем туда под низ, заворачиваем и закладываем под лапку. Все. Сгиб ткани у нас упирается в ограничитель. Опускаю лапку. Что мы делаем? В любых других швейных машинах нам обязательно нужно будет попробовать вручную прокрутить маховое колесо и посмотреть, чтобы проследить, не ударится ли куда игла. Она может зацепить металлическую пластину, поэтому в целях технической безопасности проверяем все вручную. Поскольку у нас швейная эта операция строчка выполняется со смещением иглы в левую сторону и в правую, тогда все это аккуратно мы просматриваем. Все, сейчас у меня пошла иголочка в правую сторону. Ничего не цепляет, строчка идет легко. Можно начинать строчить. В данной модели, вот я вначале сказала, что уникальна. Уникальна она в том плане, что мне не нужно здесь выбирать позиционирование иглы, сдвигать куда-то, подкручивать. Есть лапки, где есть винт регулировки, настройки. То здесь все сразу вот установили строчку, установили лапку. Все, и мы поехали. Сейчас будет выполняться строчка по припуску, по припуску ткани, и она краем уголочка захватывает основное полотно нашей юбке. Специально выбрала контрастную красную нить. Давайте посмотрим. Вот что мы видим. Мы видим по припуску прямые стежки. Уголочки переходят на основную ткань, захватывают. И если мы на изнаночную сторону перевернем изделие, вот она строчка, переходим на лицевую часть. Сейчас я вытащу нить. Переходим на лицевую часть, и что мы видим? Мы ничего не видим. Едва красные заметные проколы нитки. Если мы берем соответственно черную нить или более прозрачную мононить, тогда стежки вообще будут незаметны. Идем под утюг, все приутеживаем, и ваше изделие готово. Пользуйтесь функционалом вашей швейной машины. Всем пока! Продолжение следует...